МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О событиях этой пятницы расскажут наши корреспонденты. В эфире новости в студии Антон Александров. И в начале выпуска расскажу коротко лишь о некоторых его темах. Руководство хозяйства Найдоровское превратило в ад существование жителей поселка Акпан. Фермер увеличил площадь местного водохранилища и затопило дома в поселке. Кто так строит? Жители 15-го микрорайона против возведения нового торгового дома. Состоянием детских площадок обеспокоились депутаты городского маслехата. Вместе с чиновниками они посетили дворы 23-го микрорайона. Петр Поспелов и его единомышленники, профессор Виктор Зубов, выпустил книгу к 120-летию заслуженного врача КЗССР. Руководство известного в Карагандинской области хозяйства Найдоровское превратило в ад существование жителей поселка Акпан. Фермер увеличил площадь местного водохранилища и водой затопило крайние дома в поселке. Людмила Батюшкина продолжит тему. Людмила Кайзер показывает, что стало с ее сеновалом. Фундамент провалился, проступает вода. Под домом тоже вода. Погреб завалился, рушатся стены. В доме страшная сырость. Такая ситуация у многих соседей, чьи дома на окраине поселка. Отсюда люди убежали, потому что здесь живет невозможная сырость. Вот из-за этой дамбы. Здесь у людей тоже был огород. Сейчас это сплошное болото. Причина всего этого в том, что фермер ТОО Найдоровская нарастил дамбу на реке Ошаганды, чем увеличил объем водохранилища. Ему не хватало воды на полив картофеля, говорят сельчане. Это продолжается шестой год. В итоге вода подмывает и мост на выезде из села. А это наш мост. Плита уже одна упала. Ограничительные плиты лежат. Вот они. Докуда должна быть вода? Вот оно, что происходит. Воду откачивает, но она прибывает снова. В большинстве потопленных домов живут работники того же ТОО, поэтому они не жалуются, боясь лишиться работы. По словам Людмилы Кайзер, фермер выплатил ей в прошлом году 100 тысяч тенге компенсацией за потерянный огород. Но сейчас уже она может лишиться жилья. Обращаемся везде, обращаемся. Никто не реагирует. Ни Акимат. Никто. В партию отпуска обращались. Все переадрешовывают. Кому что надо? Ничего не надо. У кого деньги, у того и закон. Сам фермер недоступен. Он в отпуске за границей. На контакт с властями не идет. Его бухгалтер отказалась от комментариев. Но раз Ирисуйская бассейновая инспекция начала в отношении него проверку. Комментарии обещают по окончании. Но уже сейчас известно, что у фермера нет разрешения ни на увеличение водохранилища, ни даже на водопользование. Людмила Батюшкина, Данил Заславский, 5 канал. Скандалом закончилась встреча застройщика с жителями Майкудука. Люди против возведения нового объекта возле их домов. С учетом, что буквально через дорогу уже имеется крупный магазин. Каковы планы застройщика и что именно не устраивает жильцов, выясняли наши корреспонденты. Там супермаркет на супермаркете. Затем это надо? Да, оставьте людей в покое. Не надо вашей денежной интересы. Вместо уличных ларьков благоустроены места торговли, обещает застройщик дачникам. Хотя свои возмущения высказывают и местные жители. Новый объект планируют возвести близ остановки Горняк. А ваш супермаркет вон через дорогу есть. Ну куда еще лепить? Мы ничего видеть не будем. Беспокоит старожил и сам процесс строительства. Большегрузная техника будет пылить в непосредственной близости от жилых домов. По-любому будет шум и изменятся привычные тропинки на остановку. Стройку жителям придется обходить стороной. У нас они хотят прямо впритык к дому. То есть бабушки открыли окно и видят между собой глухую стену. Это такое ощущение, как будто находишься в каком-то каземазе, в какой-то одиночной камере. То есть ни просвета, ни солнышка, ничего не будет. Застройщик объясняет, что возвести здесь хотят одноэтажное здание 84 на 22 метра. Проект уже прошел госэкспертизу. Все нормы соблюдены. До ближайшего жилого дома будет как минимум 11 метров, до другого – 14. Разрешения все получены. То есть сейчас происходит мобилизация техники, людей. В ближайшее время мы приступим. Вообще 9 месяцев проектный срок строительства, но мы взяли на себя обязательство этот срок сократить, для того, чтобы ускорить, быстрее ввести его в эксплуатацию для удобства жителей. Встреча чиновников с застройщикой жителей была недолгой, зато эмоциональной. Одни пытались объяснить другим, как будет лучше. В итоге диалог был похож на перепалку. Два года назад деревья срубали здесь. Хотели уже строить, но жители были категорически против. Построить здесь здание пытаются уже не первый год, говорят возмущенные старожилы. Чиновники объясняют, что участок был выделен еще в 2000-х годах. Затем его перепродали, и вот новая компания хочет реализовать здесь свой проект. Здесь по проекту заложен торгово-развлекательный центр для того, чтобы обеспечить программу шаговой доступности магазинов. Это раз. Второе, здесь будет сразу же предусмотрено большой комплекс мероприятий по благоустройству. Также компенсационная посадка деревьев в количестве 150 штук вместо тех, которые будут здесь, попадая в зону строительства, там 15 деревьев. В ходе встречи рассказывали жителям и про социальную ответственность бизнеса. В новом торгово-развлекательном центре обещают организовать спортзал, в котором сможет заниматься местная детвора. В благоустроенное помещение пустят и местных торговцев. У нас, согласно проектно-сметной документации, предусмотрена установка павильонов. На безвозмездной основе мы предоставляем для них места. То есть, ну, сейчас вы сами можете посмотреть, что это не условия для людей для торговли. Мы же собираем списки дачников, чтобы каждого не забыть поименно, и будем предоставлять им именно места, вот, и выделять эти павильоны согласно вот их месту. Все возмущения чиновники посоветовали жителям изложить на бумаге. Все претензии и предложения рассмотрят. Пока таких обращений не поступало, хотя выделенный участок находится на городской земле, и смежных собственников не имеет, говорят чиновники. При прохождении процедуры получения документов на строительно-монтажные работы, согласие смежников в ближайших участках не требуется. Как долго продлится противостояние, неясно. Жители намерены отстаивать пустующий зеленый клочок земли и не допускать уплотнения городской застройки. Состоянием детских площадок обеспокоились депутаты городского маслехата. Вместе с чиновниками они посетили дворы 23-го микрорайона. Нареканий по благоустройству было много. Кто теперь будет исправлять недочеты и как изменить подходы к работе, выясняли наши корреспонденты. Она в ноябре месяце заливалась. Вот и причина. Почему качели шатаются, кривые и кататься на них невозможно, депутаты выясняли лично. Пристальный осмотр каждого элемента порождал все больше вопросов к выполнению работ. Депутат городского маслехата от округа номер 19 Равиль Садыков требовал ответа чиновников и говорил, что необходимо более качественно проводить приемку объектов. Наша цель была, чтобы подрядные организации присутствовали и видели свои недоработки. Но, к сожалению, почему-то, я не знаю почему, подрядных организаций нет. Представляют отдел благоустройства, объясняют за место подрядчиков. Это очень большая проблема. В ходе объезда свои претензии к благоустройству высказывали и жители домов. Во многих за государственные деньги были установлены малоархитектурные формы, зеленые газоны и прочие элементы для досуга детей. Только все они уже пришли в негодность. Основная проблема – балансодержатель. Надо определить балансодержатели. Этот балансодержатель, этот балансодержатель, он во время строительства уже будет знать, что это придет к нему на баланс, и он будет следить за качеством. Он будет, ну, это вам передается, вы будете знать. Он будет смотреть, как бетон заливается, как это. И в дальнейшем он будет за этим содержать. Без балансодержателя, это, ну, мы прошли все дворы, год-два прошло, Все дворы, как вы видели, все разбито, все сломано, потому что нет хозяина. Зачастую тендер на выполнение работ выигрывают подрядчики из других регионов, говорят чиновники. Поэтому исполнение гарантийных обязательств приходится добиваться через суд. По 23 микрорайону работу проводили по благоустройству детских площадок. Это Лед Импресс Дистрибьюшн, Курлус Ворталаге, Партнес Реэлти, Стройгрупп, ПВЛ. Значит, все детские площадки, которые пришли в негодность, они в рамках гарантии будут приводиться в соответствие, то есть восстанавливаться. Представители местного самоуправления тоже должны участвовать в приемке детских площадок, считает депутат городского маслихата Равиль Садыков. Это предложение обсудят на одном из заседаний. Заинтересованность всех сторон позволит проводить контроль более качественно. К тому же, последующий уход также стоит доверять обслуживающим дом компаниям. Сейчас работа проводится. Также депутатами городского маслихата выделено 200 миллионов на паспортизацию данных площадок. Эта работа будет производиться с Акиматом города. Как Акимат города паспортизирует все данные площадки, мы определим баланс содержателя. Детские площадки, по которым истекли гарантийные обязательства, ремонтируют будут в рамках бюджетной программы содержания дворов. В итоге удастся привести в порядок игровые тренажеры и детские аттракционы. Я, будучи членом общественного совета, приезжал в том году, в 2021 году. Как вот этот снаряд болтался, так он и болтается. Сама приемка как производится? Нету. Вот я пригласил сюда МСУ, председателя МСУ, МСУ-3 в будущем. Может быть, давайте сделаем так, МСУ будет принимать? Пожалуйста. Да, вы их включите в КС-2. Будем рады. Антон Александров, Миржан Жума Муратов, Николай Шевелев. Пятый канал. Спонсор выпуска новостей – Карагандинский ферросплавный завод «УАйДиДи». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА «УАйДиДи» Строительство новых коксовых батарей, реконструкция очистных сооружений, сокращение выбросов вредных веществ. Накануне в городе Металлургов состоялось выездное заседание Комитета по вопросам экологии и природопользования Можилиса Парламента Республики Казахстан. Повестка вопросов обширная, но главная тема – экологичность городообразующего предприятия и его влияние на здоровье металлургов. Роберт Граф продолжит тему. В рамках выездного заседания Можилисмены Парламента Республики Казахстан посетили металлургический комбинат АО «Арселор Миталтимиртау», в частности, аглопроизводство, электрофильтры на агломашине номер 5, ТЭЦ ПВС, котельный цех, дымовую трубу, хвостохранилище номер 3 и изолошлама-накопитель, а также шлагоперерабатывающий участок. Главный инспектор тем был сфокусирован на экологической повестке. По словам технического директора производства Константина Цимбала, «Арселор Миталтимиртау» фокусирует свою работу на трех основных источниках – агломерационное производство на ТЭЦ, где за счет новых проектов прогнозируется снижение на 53% валовых выбросов к 2030 году. Наши планы достигнут снижения на 18% к 2030 году, где основная роль отводится оптимизации производства и расхода топлива для доменного процесса, переход работы ТЭЦ на комбинированное газообразное топливо, улучшение процесса горения. Наши текущие крупные проекты – это строительство новых фокусовых батарей, отвечающих европейским нормам экологии. После ввода новых батарей старые будут выведены из эксплуатации и поэтапно восстановлены. Помимо этого, на комбинате идет строительство нового цеха очистки коксового газа. Ведутся работы по модернизации систем очистки газа в цехах первого передела. На финише – ввод в эксплуатацию нового котла номер 7 на ТЭЦ-2. Наши перспективные проекты – это установка электрофильтров и последующая модернизация до гибридных на агломерационном производстве. Проект утилизации конверторного газа, замена котлов ТЭЦ на комбинированный тип потребления топлива, установка ветровых генераторов. В соответствии с требованиями законодательства для постоянного контроля за выбросами, компания уже имеет систему онлайн-мониторинга и работает над установкой новых систем для контроля концентрации загрязняющих веществ на основных источниках. В стороне не остались и насущные вопросы, которые волнуют всех горняков и шахтеров. В частности, пенсионный возраст в особо вредных условиях труда, инфляционные риски, минимальная заработная плата и вопросы Трудового кодекса. Эти темы в своем докладе затронул Виктор Щетинин, председатель профсоюза металлургов Жактау. Буквально несколько дней назад премьер-министр вообще озадачил своим выступлением, сказал, что для работников, отработающих 25 лет во вредных условиях труда, но 35 лет трудового стажа, будет какое-то госпецпособие. Что такое госпецпособие? 25 лет во вредных условиях. Вы сегодня были на доме, посмотрели, как горновые работают? Ну, к сожалению, вот такая металлургия. Поэтому просьба, ну, ускорьте. Люди ждут снижения пенсионного возраста. Не надо этих ануитетов ничего выдумлять. Верните списки номер один, списки номер два. В ходе выездного заседания вопросы, поднятые мажоресменами и другими участниками встречи, обсуждены. Приоритетные темы, энергосбережение, работа ТЭЦ, экологические аспекты находятся в работе. Роберт Граф, Серик Тогаев, Данил Заславский, Пятый канал. Законодательные изменения требуют переопределить категории объектов, загрязняющих окружающую среду. Делается это посредством онлайн-обращений, однако влияет на обязательства по предоставлению деклараций в органы государственных доходов. Разъяснение требований экологического и налогового кодексов дали представители ведомств. Подробности в репортаже. Сегодня государство упрощает процедуру регулирования для малого бизнеса. Изменения в законодательстве облегчают работу и упрощают процесс сдачи отчетности. Так, согласно экологического кодекса, все объекты, которые получили экологическое заключение или разрешение до 1 июля 2021 года, должны направить специальные заявления в департамент экологии, чтобы переопределить категорию объектов выбросов. Новый экологический кодекс направлен на работу с крупными объектами, которые значительно, существенно загрязняют окружающую среду. Это производственные объекты, недропользователь, химические промышленности. А мелкие объекты, которые оказывают минимальные негативные воздействия окружающей среды, их освобождают от регулирования, от налоговых платежей. В связи с этим направлено вот это переопределение категории. Ранее все объекты должны были получать экологическое разрешение и сдавать отчетность. Сейчас малый бизнес от этих обязательств решили освободить. В итоге станет легче работать котельным в сельских округах при школах, больницах или магазинах. Главное, чтобы они относились к объектам четвертой категории. Первая, вторая, третья и четвертая категории, где первая, вторая, третья категории представляют декларации и уплачивают плату. Четвертая категория налогопотечников, которые относят к четвертой категории, они декларацию не представляют, соответственно, плату не уплачивают. К слову, нормами экологического кодекса транспортные средства не классифицируются на категории загрязнения, а нормы для передвижных источников не установлены, объясняют чиновники. Согласно инструкции, главный параметр – это объем выбросов. Согласно инструкции, чтобы относить четвертой категории, у него в год в валовом объеме выбросов в окружающиеся должны быть менее 10 тонн в год. Процесс сдачи заявлений для определения категории полностью автоматизирован, объясняют чиновники. Срок рассмотрения не более 15 дней согласно очередности. Для тех, кто продолжает перечислять плату за загрязнение окружающей среды по старинке, есть даже возможность вернуть свои деньги. Если они относятся к четвертой категории, категорирование по плате за эмиссию окружающую среду, им надлежит, и они при этом представляли декларацию и уплачивали плату, им надо будет обратиться в налоговый орган по месту регистрации, написать заявление. И согласно статье 101 Налогового кодекса, по этому заявлению будет произведен возврат средств при наличии переплаты и достоверных сведений, указанных налогопотечникам. Для малых объектов загрязнения ранее разрешение выдавалось управлением природных ресурсов и регулированием природопользования. Экологи уже насчитали порядка 1300 таких платильщиков, хотя понимают, что это значение должно быть больше, потому как далеко не все прошли процедуру переопределения категории объектов, осуществляющих выбросы. Антон Александров, Шалкар Алтенбеков, Николай Шевелев. Пятый канал. Петр Поспелов и его единомышленники. Так была названа книга Виктора Зубова 120-летию заслуженного врача КЗСР. О том, как создавалась книга, подробности в сюжете. Виктор Александрович Зубов, известный профессор и доктор медицинских наук, был тесно знаком с Поспеловым. Поэтому вдохновением для написания книги послужило желание честно и откровенно рассказать о его жизни. Ведь в литературных источниках так мало написано о том, какой он был. И вот я постарался на основе архивных материалов, которые были недоступны к этому времени, а я проработал более четырех месяцев в различных архивах, в областных, в мединституте, в партийных, которые мне дали огромный материал, и вот этот материал полностью изложен в этой книге. Впервые материалы с грифом «Секретно» в отношении биографии Поспелова представлены в книге в подлинном варианте. Ни в одной другой книге нет информации о прибытиях первых врачей, в том числе малоизвестных, начиная с 30-х-32-х годов. Приведено более 500 фамилий, 400 фотографий студенческой жизни. При написании большая помощь была оказана со стороны ректора мединститута, сотрудников архива, библиотек и департамента здравоохранения. Работа над материалами в различных архивах заняла около трех месяцев. Я пересмотрел очень много медицинских журналов, которые вышли в 50-е, 70-е, 80-е годы. Я прочитал некоторые материалы, которые касались издания, статей замечательных наших и моих, буду говорить, преподавателей, таких как профессор Лазарис, профессор Свядач, на странном языке, в частности, я владею английским языком, поэтому эти материалы стопроцентной достоверности, и поэтому в книге отражены они полностью. Книга выпущена на собственные средства. Ее тираж составляет 230 экземпляров. 24 июня все желающие и те, кому не безразлична судьба медицинского университета, могут посетить презентацию книги с возможностью приобретения. Ушел от нас он в мир иной, но оставил нам свое богатство, любовь, честность к людям и талант свой, и жизнь прожил он не напрасно. Вот такими словами я бы хотел и завершить свое выступление. Возможность заниматься в современных тренажерных залах и плавать в бассейне. Теперь для особенных детей с задержкой развития специальной школой-интернат номер 4 открыт детско-юношеский клуб «Будь здоров, Казахстан». На торжественном мероприятии побывала наша съемочная группа. Радостное событие – благородное дело. Фирма-меценат ТО «Экспертиза бетона» в лице руководителя Корнея и Зака открыла новый спортклуб для особенных ребят. Его миссия – профилактика и занятие лечебно-здоровительной физкультурой. Процесс организации будет выглядеть следующим образом. То есть дети, которые проживают, проходят обучение в школе-интернат номер 4, они будут приезжать небольшими группами по 4-5 человек. Занятия предполагаются на индивидуальной основе, по специализированной программе, которая уже разработана. Есть группа тренеров. Для интерната это масштабное событие. Теперь для его воспитанников открываются большие и приятные возможности для проведения полезного и веселого досуга. Нашим детям предоставляется уникальная возможность заниматься спортом. Заниматься спортом в современных спортивных залах, на современных тренажерах, замечательный плавательный бассейн. Для наших детей это очень большая поддержка и большая помощь. Это пропаганда здорового образа жизни, профилактика заболеваний, привитие здоровых навыков. Физкультура, подобранная высококвалифицированными тренерами, укрепит организм ребенка, насытит мозг кислородом, даст необходимую нагрузку мышцам и позволит расслабиться психологически. Ребенок будет спокойнее себя вести и станет лучше концентрировать внимание. Система физического воспитания в этом клубе создаст максимально благоприятные условия для развития, раскрытия и коррекции не только физических, но и духовно-нравственных способностях ребенка. На открытии спортклуба присутствовали именитые гости. Один из них – заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, чемпион мира подзюдо Максим Раков. Ну, я думаю, это хорошая инициатива открывать такие клубы. Хорошо, что наше бизнес-сообщество так реагирует. Есть такие люди, как Корней Зак. Я думаю, это большое такое начало. Ну, наверное, это уже практикуется, но мне очень приятно здесь находиться. Действительно, дети, какие вы, это все наши дети, мы должны всегда уделять внимание. Ребята, оказанное внимание, ценили и с радостью восприняли приятную новость. Это здорово, что есть такие люди, которые хотят сделать что-то хорошее, помочь другим. Для меня это большая радость, так как я очень люблю плавать и заниматься спортом. Можно сказать, мечта сбылась. Я учусь в четвертом интернате. Мне там очень нравится. Мне дали участие в творчестве. Моя номинация – вокал. Я очень хорошо пью. Мне очень нравится. Это была последняя информация выпуска. На этом я с вами прощаюсь и передаю слово Сабине Полатовой. Она представит информацию о явлениях погоды на выходные и предстоящую неделю. Здравствуйте. В студии Сабина Полатова. Спонсор прогноза погоды – магазин низких цен «Светофор». На этих выходных в Караганде ожидается переменная облачность. Возможен дождь. Днем температура воздуха поднимется до плюс 25 градусов. Ночью столбики термометра задержатся на отметке плюс 14 тепла. Ветер северо-западный – 8 метров в секунду. Атмосферное давление – 717 миллиметров ртутного столба. На будущей неделе температура немного снизится, но будет также тепло. В дневное время столбики термометра поднимутся до плюс 25, плюс 30 градусов. Ночью температура воздуха задержится на отметке плюс 15 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный со скоростью 8 метров в секунду. Местами пары выйдут 13 метров в секунду. Средний показатель атмосферного давления – 715 миллиметров ртутного столба. Магазин низких цен «Светофор» желает вам хорошего настроения в любую погоду. Оставайтесь с нами на пятом. А где здесь «Светофор»? А вам какой «Светофор» нужен? Вот. Нет, мне нужен «Светофор». Магазин низких цен. Вам туда. Найди свой «Светофор». Ждем вас в новом магазине «Светофор». Улица Муканова, 55, дробь 6, район автостанции Юго-Востока. Остановка «Овощной». В 100 метрах от Айзы, рядом с баней «Каркараллэй». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова